В Красноярске началось самое массовое за последние годы переселение. Крупная дорожная магистраль по улице Волочаевская свяжет Свердловский и Октябрьские районы. Часть жителей Николаевки, чьи дома попадают под снос, уже получили ключи от новых квартир. Как люди покидают насиженные места и что предлагает им город в сюжете Анастасии Прохорчук. Гарош, огород, абрикус, который подоносил в этом году первый раз. Деревянный дом, 64 квадрата, баня, запас дров и масса воспоминаний. В этих стенах выросли три поколения семьи Баховых. Уезжать, конечно, нелегко. Просто мы сейчас настроены так, что воспринимаем это как данность. Что это неизбежность, что рано или поздно нас все равно здесь уберут отсюда. Тем более, что дом у нас расположен на углу и проходит вот этот поток транспорта постоянный. И нам, честно говоря, очень страшно оставаться одним на этом перекрестке. Уже весной здесь начнется массовое переселение и пройдут подготовительные работы по строительству развязки четвертого моста. Процесс переселения включает в себя проведение оценки у собственников, определение их цены, потом ознакомление граждан. Будем надеяться, что все у них будет хорошо. Они получат, скажем так, в замену из моего имущества необходимую компенсацию, которая им будет достаточно для приобретения той же квартиры. Жители Николаевки могут согласиться на компенсацию или судиться с городом. Некоторые соседи Баховых до сих пор настроены категорично. Но Ирина свой выбор сделала. Говорит, главное во всем искать плюсы. Вчера семья получила ключи от новой квартиры в панельном доме совсем недалеко от старого. Две комнаты, 54,9 квадрата. Ну, практически 55. Ну, прихожая. Ну, тут уже, да, нашли плюсы в этой прихожей, что можно сделать либо гардеробную комнату. Гарантия от застройщика 5 лет. Экономия на дровах, санузел с счетчиком. Не нужно каждое утро убирать снег. Во дворе детская площадка для внука. В рамках переселения улицы Волочаевской также прошла оценка 360 объектов. Больше половины жильцов уже согласились на выкупную стоимость и предоставление квартир. Власти поясняют, подобное изъятие не улучшение жилищных условий, а объективный обмен. Именно здесь по плану должна появиться та самая дорога с развязки 4-го моста. По закону у людей есть 90 дней, чтобы согласиться или не согласиться с условиями переселения. По истечении этого срока муниципалитет имеет право обратиться в суд с иском о принудительном расселении. Но, как показывает практика, зачастую оценка, назначенная потом судом, меньше той, которая была заказана администрацией города.